И второй у него вопрос, точнее, первый. Скажите, как понять своё предназначение, работа, духовная жизнь? Спасибо вам за вашу пробовать и наставление. Спасибо. Да, это типичный вопрос, сейчас на него отвечаю. У нас у всех есть одно и то же духовное предназначение, это духовное развитие, это главное. Любой души, воплощённой в этом материальном мире, в том числе на этой планете, основное назначение нашей жизни – духовное развитие. Это то, чему мы должны выделять время в максимальной степени, время, силы, ресурсы. Но также мы должны и работать. Об этом тоже, конечно, ясно говорит Багалалите. Кроме тех, кто может заниматься в пробуде профессионально, таких людей немного, которые могут легко поддерживать свою жизнь, просто за счёт пожертвов, которые приходят вследствие в пробуде. Всем остальным нужно иметь какую-то работу в социуме. Как найти для себя работу? Анализируя свою природу. Анализируя, что мне нравится делать, что у меня хорошо получается. Если для вас не понятно, спросите у ваших друзей и знакомых, что им нравится, когда вы делаете. Они вам сразу скажут. Когда ты готовишь так вкусно, так здорово, и когда ты поёшь, нам так нравится. Или когда что-то организую, так всё чётко получается организованно. В природу у каждого своя. И если нам сложно её увидеть, то наши знакомые точно подскажут. Астрология может помочь, нумерология может помочь, хромантия может помочь. Хорошая астрология, хромант, скажет вам, в чём ваше предназначение, в чём лучше заниматься. Есть много факторов, которые могут нам подсказать. Как иначе, мы должны понимать нашу природу и стараться. Не всегда есть возможность на всё время найти работу по предназначению. Может, я музыкант, но сложно забавить деньги в музыку. Но есть возможность, нужно пытаться это делать. Или, по крайней мере, должна быть работа, которая мне непротивна хотя бы. Это беда современного мира, что люди за деньги, которые делают всё, что угодно, в том числе то, что им противно, это очень сильно страдают. Это вообще некачественно делается, во-первых. А во-вторых, люди реально сокращают свою жизнь. Потому что когда мы делаем то, что нам не нравится, мы болеем потом от этого. Лучше можно зарабатывать меньше, но делая то, что мне нравится, чем зарабатывать больше, делая то, что мне не нравится. Скажу одну историю из моей жизни. У нас ежегодно проходит встреча выпускников нашего класса, кроме «Я учился». Это была математическая школа, высокого уровня школы в Москве, 444. И до сих пор уже прошло 40 лет после окончания её. С тех пор выпускники нашего 10-го встречаются ежегодно, приезжая к нашему классному руководителю. Он практически у нас как гуру. С большим уважением выпускники воспринимают этого человека. И, ну, поскольку школа была высокого уровня, то многие сделали хорошую карьеру. Там есть директора банков, есть профессора, есть бизнесмены успешные, если есть ребята из нашего класса. И одна забавная фраза слышал её от одного михипарня, ну, сейчас он не парень, но, как и мне, под 60. Но он хорошо устроился. Он профессор в Бельгии, представьте. Родом из Москвы, живёт в Бельгии, работает профессором в каком-то университете, зарабатывает 5000 евро в месяц. По нашим понятиям, зарплата в высшей степени приличная, 5000 евро в месяц. Вот. Зарабатывает, едет по всему миру, путешествует, развлекается всячески. Но печальные глаза у него, всё равно печальные, видно. И он однажды такую фразу сказал на этой встрече, потому что он сказал, ну, ненавидеть свою работу можно было бы и за гораздо большие деньги. То есть, типа, я, конечно, работаю, но 5000 евро – это мало, потому что работаю своё, терпеть не могу на самом деле. Вот такая интересная фраза, что денег в воде много, а работать в бельгии не доставляет. Поэтому, да, лучше было бы зарабатывать меньше евро, рублей и долларов, но делать что-то, что нравится. Счастья будет больше. Вот это универсальный принцип, принцип предназначения. Продолжение следует... Люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды Интернет-Санкт-Киртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цен на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизировано распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом Интернет-Санкт-Киртаны и давайте распространять книги вместе.